Всем привет дорогие друзья! Приветствую вас на моем канале Бунькин Дом. Рада вас видеть всех и гостей и друзей моего канала. Всем желаю самого наилучшего и хорошего настроения. Чем же я сегодня занимаюсь дорогие мои друзья? А занимаюсь я приготовлением обеда. Хочу друзья мои приготовить рыбку. Рыбка кита. Вот такая замечательная рыбка продавалась у нас. Купила я киту и хочу друзья еще сейчас я ее разделаю на кусочки. Наверное я вот так вдоль ее порежу друзья. Вот так вот. И я наверное ее буду запекать в сковороде. Вернее говоря на противень положу и буду запекать. Ну посмотрю как там по объему. Может быть даже в своей чугунной большой сковородке. Вот. Очень хорошая рыбка друзья. Очень хорошая. Я целую рыбину взяла. Ну оставила еще кусочек на дачу. Вот. Сейчас я значит что я буду делать друзья. А буду я друзья делать очень много что сегодня. Вот это сейчас я буду приготовить. Чистить морковку. Потом натру ее на терке. Это у меня морковь тоже с дачи. Лук тоже с дачи. Кабачок тоже с дачи друзья. Это я все хочу такое сделать. Кабачок положить значит с этой рыбкой. Лучок сверху значит посыпать морковочкой и зеленью. И смазать майонезом. Или сметаной друзья. В общем я подумаю. Конечно сметана это более полезно. Но с майонезом более вкусно. Однозначно. Друзья буду запекать рыбу. И будет у меня очень вкусный обед и ужин. И попутно я хочу сделать друзья мои аджику. У меня уже покраснела часть помидор. Вот эти маленькие помидорчики черри я буду закручивать в банку. Баночки я уже приготовила для аджики и для помидорок. А эти помидорчики я значит накручу. Еще там у меня есть красные помидоры. Я накручу. Ну две баночки я думаю у меня будет. Грамм сколько в этих баночках? Грамм 200 может быть если я не ошибаюсь. Вот. Вот такая моя задача друзья. Чистить чеснок. Мыть помидорки. Перекручивать я их буду на мясорубке. Вот. В общем постепенно. Постепенно все я это буду делать. Уже крышечки подготовила. Чтобы их потом пропарить. Проварить. Сейчас я главным первым делом буду чистить морковку. Потому что чистить ее. Ну ее в принципе не так долго чистить. Вот. И главное натереть ее на терочке я хочу. Натереть ее на терочке, знаете, на мелкой терке хочу. И все очищу. Покажу вам как я все это выложила на противень или на сковородку. Я буду вот так. Друзья, я хочу вам показать какой у нас урожай чеснока. Ну у нас чеснок всегда хороший. Видите, какие огромные головки чеснока. Я вот одну чесночину взяла. Дольку чеснока. Видите. И вот сейчас ее даже для одной этой баночки мне будет много. Половинку я положу в эту баночку для помидор. Друзья. И почищу. Еще вот эту часть одну почищу для аджики. Друзья. У меня она отскочила. Не отрезала ее. Видите, какие огромные-огромные дольки. Мы всегда сажаем чеснок осенью, друзья. Вот скоро мы будем его высаживать в октябре. Даже, знаете, скорее всего где-то в середине сентября в этом году. Или ближе к концу сентября. В общем, друзья, по-разному. Тоже смотрим по погоде. Бывает, рано посадишь. Если у нас уже было такое. Мы посадили рано, а он у нас пророс. Потом ударили морозы. Ну, в общем, надо смотреть по погоде. Погода сейчас неподсказуемая. Итак, друзья, что я хочу вам сказать. Что я уже подготовила. Я почистила, значит, морковку. Я почистила лук. Все помыла. Вот такие помидорки я положу вместе с луком. А эти помидорки сверху. Покажу вам, как я буду полостами там прокладывать все это. Вот своя петрушка у меня. Ну, укроп уже отошел. Укроп мы сушим. И вот намыла. Значит, сейчас буду в баночку складывать. Я черри. Друзья, обязательно я положу, поперчу, посолю. И пусть немножко рыбка полежит у меня в тарелочке. Чтобы она все специи в себе взяла. Так что, друзья, приступим. Рыба лежит, маринуется. Соль, перец. В общем, все специи сюда положила. Еще и лавровый лист закинула. Пусть рядом все лежит. Маринуется, друзья. А я сейчас, мои хорошие, приступлю. Наверное, разведу все-таки маринад. Я уже вот кинула, видите, туда чесночок. И буду заливать свои помидорчики. В общем, все делаю быстро. Два процесса у меня. Приготовление рыбы. Мариную, значит, вернее говоря, консервирую помидоры. И буду, значит, делать еще попутно аджик. Я заложила я сюда помидорки. Сейчас я уже поставила чайник. Чтобы залить кипяточком, два раза буду заливать. Под крышечкой постоит по пять минут. Немножко стерилизацию еще сделаем, друзья. Так, вот так вот нашинковала я на терочке морковь. Ой, душистая такая сочная морковка. Просто чудная, друзья. Просто чудная. Два помидорчика не поместилось у меня. Вот таких маленьких. Ну ладно. Перестроим мы их куда-нибудь, друзья. Перестроим. Так, что далее? Рыбка маринуется у нас. Так, крышечки поставила. Друзья, рассол у меня сейчас будет закипать. Буду заливать помидорки. Сейчас еще почищу чесночок. Уже буду чистить чеснок на аджику. А это еще мне надо покромсать зелень для рыбки, друзья. Покромсать, значит, порезать лучок. Это все буду выкладывать на противень. Кабачок, лучок, кабачок, морковь. В общем, процесс идет. Стараюсь делать все быстренько и оперативно. Не люблю я это дело растягивать. Делать все это я люблю быстро. И даже люблю делать два дела сразу. Все, уже у меня чайничек закипел. Друзья, снимаю его. Старый чайник. Опять у меня старый чайник. Прежний старый-старый чайник, друзья. Остальные чайники у меня все сгорели. Вот так вот заливаю. Аккуратненько. И крышечкой, друзья, так еще, чтобы помидорчик был совсем закрыт. Вот так вот залила. И крышечкой, друзья, закрыла. Пусть стоит. Не положила я уже слой один у меня кабачков. Сейчас я нарежу лук. Положу лук туда. Поверх кабачков. Кабачки предварительно немножко посаду тоже. Ну, сильно мелко я не нарезаю, друзья. Средний такой нарез лука. Немножко, как вы знаете, чтобы он распался. И вот так вот сверху посыпаю. И далее продолжаем. В таком же темпе, друзья. Вот здесь у меня надо маленько очистить. Так, убираю. Очень люблю это блюдо, друзья. Я всегда его готовлю, когда он на хорошая рыбка. Вот, моим домашним тоже нравится. А главное, оно, друзья мои, полезное. Очень полезное, потому что, опять же, здесь овощи, как сами понимаете. А я стараюсь питаться все-таки полезной едой. Строгой такой диеты у меня нет. Немножко я от нее отступила. Но потихоньку я опять к ней возвращаюсь, друзья. На гарнир у меня сегодня будет гречка. Может быть, просто овощной салат. Ну, а вообще, вообще, собираюсь сделать на гарнир гречку. Конечно, я люблю пюре с картошкой. Конечно, я люблю пюре с картошкой. С рыбой. Это просто идеально, такие овощи. Но, друзья, я сделаю на гарнир все-таки гречку. Потому что она не такая калорийная, от нее не повышается сахар. Поэтому я буду делать все это вот таким образом. Щепотка соли. Так. Теперь я хочу немножко положить понедорчиков, друзья. Вот эти, которые я нарезала. Не знаю, видно, не видно. Наверное, не видно. Поставлю вот так вот. Вот так вот порежу. Чтобы они сок пустили. Вот. Чтобы кабачки... Ну, кабачки в любом случае тоже пустят сок. Вот так вот. Друзья. Так. Зелень. Зелень, друзья, я сейчас тоже положу. Положу ее вниз. Чтобы, опять же, овощи, все это пропиталось зеленью, вкусом. Ну, а потом уже, когда у меня блюдо приготовится, я еще сверху посыплю. Так хочу сделать. Вот так вот. Немного. Петрушки. Так вот. У нас главный врач утверждает, что петрушка вредна для здоровья, друзья. Какими-то она там веществами обладает. Он ее не рекомендует употреблять в пищу. Ну, я вообще не знаю, сколько я жила на этом свете. Всегда только слышала полезные свойства петрушки. А теперь, оказывается, она менее полезна оказалась для нашего организма. Даже наносив вред. Ну, не знаю. Я с этим не согласна, друзья. Мне нравится запах петрушки. Мне нравится какой-то вкус она, блюдо. Смотрите, какая красота получается. Вот. Теперь, друзья, я выкладываю рыбку. Рыбку будем выкладывать вот так вот. Вот такая вот красота, друзья, получается. И как можно отказаться от специй. От петрушки, от укропа. Если они блюдам передают такую изюминку. И лаврушечку сюда, друзья. Вот. Сейчас я... Секундочку. Придется мне отлучиться. Принесу сюда все-таки я, наверное, майонез. У меня там немного смешаю, немного со сметаной. И буду промазывать. Сыр. У меня его немного. Но все равно я буду его на терке натру и посыпать сверху. Желательно, конечно, побольше, чтобы было сыра. Но уж сколько есть, друзья. Как есть. У меня всегда все спонтанно. Что там приготовить. Так вот смажу я. Немножко, друзья, смажу. Это чтобы... О, у меня Боня просит сметанки. Ой, как она любит сметану, друзья. Подожди, Боня, пока мне некогда. Так, что далее? Минутку посыпаю. Вот так вот посыпаем морковочкой. Это божественно. Просто божественно, друзья. Попробуйте этот рецепт. Просто потрясающий рецепт. Вкусный. Полезный. Хорошо усваивается. Низкокалорийный. Так. Придется вот так вот сделать. Упала. Ну, Боня сейчас разберется. Помидоры. Вы знаете, мне там на полу приехала, разложила помидоры, чтобы они доходили. Много было помидор с дачи. Так она, давай мне их катать. Ну, пришлось, понятное дело. Все равно их собиралась на подоконник все к свету, чтобы они быстрее созревали. Вот так, друзья. Я, значит, сделала. Теперь я сейчас полосочками нарежу помидорчик. И сверху сырок, друзья. Вот так вот я положила помидорочки сверху. Положила помидорки на морковочку, друзья. И теперь все-таки я решила сделать с майонезом. По рецепту все-таки там необходим майонез. Вот муж попросил меня тоже, чтобы я майонезом сделала. Так что сделаю, друзья, с майонезом. Делаю вот такую сеточку. Вот сама рыба, конечно, она не жирная. Поэтому майонез будет, конечно, самое то, друзья. Такую сеточку делаю. Ну, сыр, друзья, я натру его на терочке. И он у меня будет в конце уже. Когда рыбка будет готова, почти готова, я уже вытащу. И тогда сыр положу сверху. Вот так вот, друзья. Процесс у меня уже подходит к концу. Блюдо готово, чтобы его поставить в духовку. Духовка у меня разогрелась. Готовить будем при 180 градусах. Помидорки я тоже немножко сверху подсолила, друзья. Рецепт у меня будет внизу под видео, в описании. Кому интересно, пожалуйста, заходите, смотрите. И все. Ставлю, друзья мои, в духовку. Я закрутила помидорчика. Вот такая баночка получилась. Мне кажется, она литровая даже. Что-то я не посмотрела. Тут написано огурчики по-берлински. А у меня помидорчики пошла под шубку. Так, друзья. О, девочки, мальчики. Рыба поставлена. Баночку закрутила. Вот, ну, сегодня у меня все-таки не консервация идет. Там помидоры, огурцов. Сегодня все-таки я вот буду делать аджику, друзья. Это вот помидоры с нашего огорода. Благодаря моему супругу, его труду тоже. Вот такие у нас помидорчики выросли. Это уже они покраснели. Дома у меня здесь немножко тоже должен дойти, но ничего страшного. И я вот собираюсь с них сделать аджику, друзья. Это не самый большой, конечно, помидор. Помидоры у нас, самый большой, я не знаю, супруг его забрал на семена, друзья. Ну, он такой, как маленькая тыковка-колхозница. Не тыковка, а дыня. Ну, что ж, друзья мои. Я их помыла. Все это я вырежу. Порежу на кусочки. И перемолочу на мясорубке. Вот, сейчас я немножко передохну. И займусь делом опять. Скоро увидимся. Итак, мои хорошие. Рецепт рыбок королевский. А еще, вернее, кита по-королевский. Готов. Это просто замечательнейший рецепт, друзья. Выглядит вот так вот это. Так я все это дело оформила. Оформила с салатом. Это очень вкусно. Уже где-то за 10 минут до окончания приготовления я посыпала сыром, друзья. И потом сверху еще петрушкой. Уже в конце все я украсила. И сейчас, конечно же, друзья, я это все порежу. Положу на тарелочку. И вместе с вами мы попробуем. Я, конечно, пока готовила, друзья. Пока тут баночки закрывала. Я, конечно, очень сильно проголодалась. И сейчас я, конечно, покушаю, друзья. И приступлю уже к консервации аджики, друзья. Всем приятного аппетита и хорошего настроения. Весь рецепт, полностью описание рецепта будет в инфобоксе под видео, друзья. Итак, друзья, вот такой вот у меня обед. И такой же у меня будет ужин. Не ложила я себе никакой сейчас гречки. Отваривать, может быть, я ее буду на вечер. Сейчас мне некогда, друзья. Вот так вот я оформила блюдо. Дерюсь с вами, как зацвела моя прекрасная фиалочка. Фиалочку я тоже вот так оформила, друзья. Мой для вас лайфхак. Кто догадался, как я сделала, напишите. Все очень просто и красиво оказывается. Вот такая вот идея. И вот такой замечательный рецепт. Готовьте, кушайте, питайтесь правильно. И все у вас будет хорошо. Всем пока-пока.